добрый вечер друзья это тот же вечер мы с колюшкой поужинали поле мне сказал спасибо за вкусный ужин овощи есть не будет понравились короче эта приправка вот так вот мы делаем целый пакет что ли хочу там немножко наверно зачем немножечко подсолить обычно берем хотя бы слегка эти как мы делаем ушки у меня не ложка много что-то вообще даже вот так очень много будет все наверно все там только нож на майонез с рыбкой сейчас займусь вот 7 все мы поужинали по чашечке молока выпили все все лучок он так впитается как будто бы даже с обычно когда жаришь вот как будто бы уже весь наш стоп весь наш маринад приправа лук и майонез никаких уксусов ничего мы этого не делаем поцелили она была то вместо соли будет соленая все это перемешивается потом утром снова перемешаем и до вечера в холодильнике постоит вечером колеса будто придет и будет делать шашлык ты к моему приходу туда печку затопишь ну камин конечно чтобы надо не клеенку еще найти вот постелить там все приготовлю сейчас немножко передохну займусь рыбой зелень здесь все уберу тут маленькие кастрюльки кирюшки осталось все сейчас кузельнике место освобождение освободить надо крышечкой накрою сейчас сейчас друзья все отключаюсь увидимся филе сейчас перемолоть на мясорубочке чтобы завтра мне тут с мясорубкой не биться чертами мясорубка что-то не включая вот все включая все, чтобы свалить новые курики на мясорубке все таки оберегается все равно не браться но вы можете сейчас посмотреть аКонавирус а мы вот здесь сало здесь лук сейчас тоже перемелю но картошку вареную буду добавлять завтра не надо чтобы с картошкой лежала все это сейчас перемелю вместе он коли мне порезал сольцо обязательно добавляю если будет слишком влажный фарш я туда немножечко манки сыпну а картошка в мундирах варится чтобы она была клейкая если сварить так она будет немножко разваливаться надо в мундирах здесь сало с луком перекручена но у меня там есть небольшие остатки поэтому я сейчас вот этот вот горбушку эту сухую было отломано от батона прокручу и все завтра только картошечку останется но я и на мясорубке не буду и в блендере раз 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 вот так переделаю фарш и будьте любезны день там уже на следующий день смотрите у меня картошечка мундирах сварена продолжаем делать котлеты наши рыбные вот это у меня постояла вся вот эта смесь здесь сало яйцо сама треска лук все это я вчера перекручивала все это видели сама только наверное не видели как перекрутила буду видео пересматривать посмотрю показала или нет так дальше соль чайная ложечка поменьше немножечко сделаю да кто-то попробовать перец из легендарной перечнице по любому надо он конечно не белый но там смесь перцев ай с перцем еще то знаете вот так вот делаю по привычке вообще так много не буду каждый потом сам сделает себе вот здесь яйцо сейчас добавлю сюда картофель картофель чем мять конечно я лучше его сделаю вот на такой вот терочке потому что вареный без как его сказать если бы не мундирах был то тогда еще можно было бы размять и не жесткий но все равно не такой мундирах беру да повторяю еще раз почему в мундирах потому что он склеивает фарш хотя конечно яйцо тоже добавляем так вот так наверное я натру сейчас его добавлю все перемешаю и котлетки я буду делать обваливать в этом в банке в банке хочу хочу сделать такие тоненькие у меня все раньше катя просила мама сделай такие тоненькие котлетки как в школе рыбные они такие вот плоские и хрустящие так сколько сейчас посмотрим сколько нам надо стоять и плотные повине тоненькие хрустящие вот такие котлеты а я тоже помню какие были вкусные котлеты в пенниге не было рыбных котлет в новомичуринске представляете не было рыбных котлет я наверно картошку всю сделаю пусть будет вся здесь картошка вот и я их все время вспоминал вот эту нашу пинишскую пинишский буфет вот этот школьный и как я хотела этих котлеток там часто делали конечно же потом я уже пробовал рыбные котлеты где-то еще пробовала да тоже покупные но вкус был совершенно не такой она в буфет приносили такие котлеты вкусные вообще школьный буфет я как вспомню как уже чай пить идти да например там обед какой-то в первом классе я же мало было в пенниге в основном была вот третий тоже начальный класс даже не в основном а часть третьего класса я там была вот и выходили в определенное время конечно же тоже с четвертого класса мы начинали уже в буфет бегать на перемене буфет работал так и как вспомнишь вот этот запах когда ты идешь к этому буфету ой запах такой был интересный все казалось такое вкусное так сейчас отключу самой руки перемешиваем кто новенький на моем канале говорю да кулинар у нас не кулинарный канал нас канал о том что мы готовим убираем болтаем рассказываем истории ну и что-то все вот в этом роде блоговый канал блоговый не кулинария так что кто готовит и холодный такой то как готовит то как умеет некоторые пишут комментарии что я сделала вот так а я вот так это очень даже хорошо люди делятся как можно сделать свои рецепты кто-то пишет было вообще бы замечательно другие вы посмотрели да не какой-то кулинарный канал а вот как люди делают у меня руки замерзли все друзья пусть постоит немножечко руки леденели прямо так вот друзья взяла вот такую я кухшалку свою любимую потому что все руки леденеют вообще в фарша мне же тут надо тут меня и сало прокручено и кусочек хлеба корочки был прокручен что все остатки ушли с мясорубки и лук все это не надо соединить а так как у нас посмотрите здесь такой фаршик нежный то ничего страшного вот этой штучкой сейчас я и все это помяла и картошечка здесь в общем фарш получился очень вкусный пусть будет тут конечно и картошки побольше ну это будет котлетки просто обваленные в манке обжаренные нужно есть подливка из кетчупа ну кирилл обычно кетчуп добавляет вот все это я перемешала уже поздно включила вас камеру то чтобы посмотрели вот все перемешала и мы сейчас идем жарить и мне надо затопить камин где-то наверное часа в четыре чтобы протопился а потом коллега тьяна эти угли уже другие уже угли покупные осыпную будет делать шашлык что дочь а придет стимулей посидим немножечко отметим день рождения как не отметить 16 лет все равно надо посидеть все идемте жарить земли смотрите я уже поставила вот сковородку пусть разогревается и заранее я котлетки не делаю не готовлю как-то я так не привыкла я сейчас это масло разогреется у меня и я буду понемножку брать сразу обваливать в манке на сковородку у меня будет не очень крупный такой вернее не очень сильный огонь сразу буду делать так сразу на сковородочку выкладывать допустим пока разогревается огонь я не убавляю периодически конечно я смачиваю руки но я вам сейчас покажу немножко я тут беру все как обычно как у всех вот так вот беру на поменьше сегодня брать потому что он сегодня же они будут у нас такие не пышненькие но и очень тоже тоненьких то делать не буду вот такие буду делать котлетки с ладошку вот так вот обваливать их буду да ничего страшного стоит что если я этими же руками потом снова буду брать вот так вот видите буду катать открыл я форточку вернее окошечко открыла что-то сегодня друзья задыхаюсь посидела стимулькой немножко глюкать а что-то мне совсем не на срочно-срочно на воздух и началась аллергия когда пошла знаете чего пошла к кати прихожу я чувствую что все у меня горит кончик носа а если горит кончик носа значит я где-то аллергии хапнула где от чего от чего верба еще только-только начала распускаться беленькие хвостики такие вот может быть еще знаете у меня чего еще бывает такое когда вот все тает и вот это все то что накоплено за зиму под снегом на меня это так сильно действует что я вот эти запахи вот я чувствую да я как-то и себя чувствую не особо хорошо скорее всего это может самовнушение потому что это грязь она бесит всех вместо грязью вот эти все остатки от жизнедеятельности до животных организма животных это вообще может быть еще это раздражает все это так им портит вид весенний может быть еще от этого но я как-то пришла игру кати что мнению не особо на съездил это быстренько у меня состояние сонное такое сейчас я тут ведь много я не заготавливаю в прок участвовать и обжарится мне уже тут две будет наготово сделано и все и начну следующее делать я посмотрю камеру друзья смотрите котлетки часто их не переворачивайте все таки это не местные котлетки они у нас рыбные они у нас хрупкие самое интересное будет в конце как я делаю я здесь сейчас не буду не пропаривать ничего делать не буду они у нас только обжарятся вот крышкой не накрываю это медленный огонь да конечно газовая плита пострадает ничего страшного и я буду укладывать вот на такую тарелку почему объясню в конце пока они будут належать на тарелку я смотрите последняя партия что я делаю я когда делаю последнюю партию котлеток я уже примерно знаю сколько будет жариться одна сторона сейчас объясню почему да и так как я жарю новый котлет то я масло тут уже поменяла но вот на такую курсу котлеток что у меня получилось да я заменила один раз вытерла сухой салфеточкой и новое масло значит я засекла сколько у меня будут жариться вот эти котлетки по времени на медленном огне чтобы они были вот такие вот зажаристые вот они должны быть вот такие зажаристые эту я котлетку поставила позже сюда потому что место было мало а это вот пришлось поджарить немножечко посильнее но это у меня такие вот они что делали я теперь что делаю теперь теперь я складываю сюда котлеты готовые и так складываю так чтобы здесь чтобы было не плотно лучше не плотно вот так вот можно можно где-то положить котлетку вот так вот они не разваливается не выдержала все таки одну я попробовала котлетку она готова выложили накрываю крышкой и жарю до тех пор вот я знаю что здесь у меня они должны пожариться минутки 4 на самом медленном огне чтобы они не сгорели чтобы не сгорела вот нижняя котлетка уже примерно знаете чтобы была золотистая корочка и они и пропариваются и они не делаются такими знаете манка не такая будет мягкая и низ поджарится и остальные тоже котлетки дойдут если они например не дошли но они уже готовы так я делаю всегда ну вот и все я отключаю я знаю что у меня нижние котлетки даже уже прожарились и хорошо прожарились но ни в коем случае не подгорели все пусть вот так котлетки постоят пусть они немножечко отдохнут они еще там у нас набираются сил вкуснотища потрясающая подливок никаких делать не буду просто можно будет кетчупом как у меня кирилл любит да просто на хлебушек даже со сладким чаем ну в общем все так же как у нас когда-то было школьных буфетах что все газовая плита у меня намута котлетка а я не горяченькие вилочку беру вилочку такую взяла для лилипутов вилочку взяла явно не по мне ну что показываю я котлетки если бы вы знали какой идет запах как вкусно не обжаривайте лук в котлеты в рыбные не тот совсем будет вкус вот так вот такие вкусные привкусные жива лишь не буду на камеру да но я знаю что мои с удовольствием поедят дочь у меня придет с удовольствием поесть этих котлет посмотрим внук будет есть или нет вот такие вот они красавчики красавчики красавицы рыбные котлеточки тресковые в манке вот такая вот у нас вкуснотища с кетчупом подливку сделайте что там еще в общем с чем угодно да хоть соевым соусом кто любит все друзья увидимся теперь дома на шашлыках